не знаю насколько смогла показать но серьезные работы уже начались и будет красиво с красоты начала товарищи холодно морозно дождь идет спасите на самом деле холод более-менее такой удержимый удержимый ну можно как бы выдержать выдержимый где мой кавалер чуть не потеряла кавалера что-то искал значит этот молодой человек искал такую зарядочную дырку и говорит кажется нету говорю ты что трак уверенно кто водит рак хотя бы раз в жизни курил это для зажигалки по-моему если не только не только для зажигалки вы правы для нас это чарджер для камеры но для батарейки камеры и него неважно искала кто ищет находит он у нас находится вот здесь кто бы ожидал 8 это нашли куда едем что делаем совершенно новый фермерский близко к нам там и растения продают хотя сегодня уже договорились с кем-то по-моему малину едем забирать кусты малины сегодня клубнику завтра или клубнику сегодня малину завтра но посмотрим что у них есть и еще если грудку найдем беги на чью грудку индюка тоже купим потому что сегодня на ланч только одному ребенку сделала сандвич другим просто что-то другое с хлебом они каждый день говорила да у них на ланч грудка с хлебом шоколад яблоко или слива или какой-то фрукт в общем сегодня дети останутся голодными останутся голодными иногда люсин даже в школе какой-то салат есть с салат с салатом и злой к смыть с не знаю салат называются здесь роман это называется и салат вообще называется салат салаты называют салатом я опять начала сколько минут арам от нас девятнадцать это очень близко так что едем работники только что приехали не только что где-то 30 минут назад уже приехали здесь уравнивают из леса или из леса это очень из другой части грунт приносят чтобы уравнивать там еще лестнице решили сегодня сделать из той и с другой стороны в общем всегда и сделаю новое дело начинается главное что есть кто кто сможет это сделать мы это не можем хотя вчера у нас был нерабочий вчера позавчера очень хорошие выходные у нас были с утра по огороду морковку сажали с люсин разное делали заготавливали грунт насыпали а к вечеру мой романтик концерт мюзикл тина тёрнер и до чего же мне он понравился какой яркий а певица прям с ума сойти как она пела что за горло у нее было я мужу говорю она лучше извиняюсь конечно лучше тина тёрнер пела она как будто без у нее конца не было не знаю как это сказать но ошеломлена возможностями некоторых певиц очень красивый вечер получился и такой эмоциональный и юмор был хороший даже расплакалась несколько эпизодов в общем в общем очень хорошо такой красивый вечер получился и конечно после такого романтического красивого хорошего вечера или концерта поехали кушать плохой бургер и 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 но очень хорошо провели а вчера у нас был день штангистов культуристов, арнак и муж, арнак и муж, арнак и его папа, камни, потом покажу, эти камни, две тонны камни купили, сделали пока грядок, по-моему, очень красиво посадили, шесть кустиков, пять деревьев, перевели инжировые в другой конец леса и две вишни посадили. Что еще сделали? О, к вечеру огонь зажгли, много такой ненужной и ветки, и бревна, листья сушеные или сушеные, все сожгли, пепел приготовили для огорода, заготовили, в общем, очень многое сделали, половину, не помню, что делали, к вечеру меня уже не было, я отсутствовала, но зато очень довольна была и собой, и мальчиками, и всеми была довольна. Да, иногда так бывает, что я всегда довольна. Так что едем сегодня, посмотрим, какой день сегодня получится, но уверена, все будет прекрасно, все будет хорошо. Все, ва пути! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это, наверное, суббота-воскресенье открыто будет, потому что огромное место. Как заехали, муж говорит, там, кажется, пионы есть, говорю, не верю. Я посадила в Калифорнии, кто-то их выкопал, не знаю, или какое животное, но здесь, кажется, кустики. Как раз мне цветочки тоже нужны, потому что эти зеленые кустики, которые посадили перед грядками, они к себе, по соседству требуют какой-то красивый цвет. Представляете, представляете? Пришли к цветам. Кажется, мои цветочные мечты сбудутся сегодня. Очень хотела посадить пионы, но думала, все равно я не могу. О, это такой, да? 75 долларов. Один? Кажется, мечты хочу оставить. Это не тот пион, который я хочу. Здесь пион у нас. О, вот эти, да, хочу. Эти хочу. Эти 30, Аля, все покупаем. Все 30 покупаем. Да, этот мы покупаем. Посмотрим, что у них еще есть. И должно было быть холодно, да, сегодня. Кустики какие красивые есть. О, это я, по-моему, на инстаграме видела. У кого-то вот такое, прямо как дерево росло. Какой красивый. Может, один такой возьму, Арам. Интересно, это настоящие птички или запись? Мужчина спрашивает, что-то вас интересует. Говорит, мне ваши пионы интересуют. И здесь можно еще купить Арам. Проростки. Рассаду. А не засаду. Долу 75 за штук. Это хорошие цены. Зубини не хочу. Перцы тоже не хочу. 5,50. Хочу, чтобы было тепло и уютно. И птички натуральные. Ну, там томаты тоже есть. Доллар 75. Это хорошо. Или 48 за 32 подростка. Разные сорта есть у томата. Анишевский томат. Мне нужны будут разные. О, смотрите, здесь они посадили все разные сорта салатов. И как красиво, да? Как дизайн выглядит. Но я не хочу такой. 12 долларов стоит. Наверное, нужно купить, потом отдельно их посадить. Здесь тоже. О, большое количество варайоти томатов. Очень много хороших видов, сортов. Вот этот темненький, который. Сейчас, choice, black, там, tomato. В общем, сейчас мне Наденька предупредила. В прошлом году у нее все замерзло, потому что до апреля, до начала апреля посадила. Так что не хочу рисковать, а то плакать буду. Столько стараешься, стараешься, и мороз все уносит. После апреля сажаю, поэтому еще не покупаем ничего. Да, удивляются. Такое лицо делает. Но сказали, что можно посадить морковку, которую посадили, редиску, медиску. Такие вещи с семенами буду сажать. А что там? Зелень тоже есть, но зелень тем более. О, фиолетовый базилик у них есть. У меня семена. Из Армении прямо. Прямым рисом. Это чаевс, тоже семена есть. О, какой хороший урц, чабрец. О, такой называется лайм-чабрец. Ммм, это очень хороший сорт. Пахнет так, как в Армении на горах они росли. Прямо в дикаря собирали их. В дикарях. Это сорта мяты. Хочу. Ох, какой хороший сорт мяты. Интересно. Как называется? Оранжевая мята. Это возьму. Думаю, мята очень такая... Морозоустойчивая. Даже тайм у меня растет. Ничего не случилось. Давайте, давайте мы их с собой домой возьмем. А вон то, что, Арм, у тебя впереди, покажи, это какой сорт? Это не лемон. Лемон. Это тоже лемон? По-другому выглядит. Чтобы я убедилась. Да, лемон. Но это лучше. Такой лемон возьму. Там еще виды мяты, но, думаю, есть у меня такая мята. А вот такой нету. Это, если не ошибаюсь, лемон балм. Да, о, про это столько хорошего читала. Семенала купила, но оно не выросло. И, по-моему, это растет. Лимоновая мята, это как сорняк тоже растет. Про это говорили, что так успокаивает, что перед сном выпейте, и не стресса, не бессонница, ничего у вас не будет. Но поскольку у меня стресса и бессонницы нету, я это не возьму. У тебя есть стресс и бессонница? Нету? Если захочешь, здесь есть мята. Окей. Это называется шоколадная мята. Ох, какой хороший запах, мамушки. Наверное, возьму. Хочу посмотреть, как это себя ведет. Кажется, мы зашли в очень хороший магазин. Как я не заходила сюда раньше? Тележку уже взяли. Это тоже взяли. Что еще? Это шалфей, который вчера посадила семенами. Вырастет, вырастет, не вырастет. Придем, отсюда заберем. Арам, там давай тоже посмотрим. О, столько всего хорошего и нужного для нашей жизни. Это я оставлю, Арам. Это капуста. Что это? Спраутит комет. О, брокколи. Не хочу брокколи пока. Это капуста. Интересно, сколько стоит? Четыре пак три доллара. Баклажаны есть. Черная красотка. Баклажан черный. Черный красавец. Бьюти. Вот так хочется уже огурчики туда-сюда. Держимся. Это пиклинг огурчики для маринада. Мои пальцы так плохо выглядят. Заранее извиняюсь за мои огороднические руки. Даже не извиняюсь, клубника. 5.50 клубника мы сегодня забираем. Сегодня или завтра клубнику забираем? По-моему, сегодня малину завтра. В общем, с двумя людьми из Facebook Marketplace договорились. Клубнику забираем за 2 доллара. Здесь 5.50. И вообще такую рассаду нужно искать в фармерс. Окей, запомню. 1.75 за одну рассаду. И 48 за full tray. Это сколько? Full tray это столько. Подождите. Airbus, chores. 18 за 48. 1 за 1.75. Много бережем, когда... 18. 18. Не 18. Должно быть много. Хочу всё-таки не 18, а 36 или 32. 32 за 48. Думаю, эти салаты выдержат. Холод и лютый мороз. Думаю. Не выдержит, будем плакать. Хочу сажать. Эти бедные грядки стоят на меня, смотрят. Каждый день я просыпаюсь, смотрю на мои пустые грядки. Хотя там семена морковки посадили. Немножко успокоилась. Что-то туда посадила. А я... Те моролы тоже пак чой. Это что? Пак чой? Пак чой. Бок чой. То есть... Этих возьму. Потом, думаю, ещё возьмём. Из маркетплейса тоже купим. Это 4 за 3 доллара. Неплохо. Этот кудрявый тоже вкусный салат, если он молодой. Если уже не молодой, нормальный. Там цветочки, ромашки вижу. У нас в лесу, когда мы приезжали смотреть дома, когда наш дом смотрели, там маленькую мелкую ромашку увидела и влюбилась. Как переехали, ромашек уже не было. Это... О, Аляска называется этот сорт. А это как называется? Маленькая Аляска. Шаста Дейзи. Наверное, воздержусь пока, но буду знать, что здесь могу купить ромашки. Это тоже на Facebook Marketplace. Аромсерч надо сделать цветы, ромашки туда-сюда. И найдём. Это что? Старший Блобелла, скажет бронзлиф. Просто листики красивые. Эти цветы не хочу сажать возле кустиков, но что-то другое хочу. Там внутри что продают, интересно. Этот господин сказал, брокли тоже выдержит мороз. Сказал, не берите томаты, огурчики. Говорит, я тоже жду, пока морозы уйдут потом. Ну, он здесь работает. И честно, человек сказал, не берите это, не берите то. Салаты, сказал, выдержит. Брокли выдержит. Что ещё? А может мы комбайн сделаем? Возьмём за 21 доллар целый этот самый. Можно всё размешать или нет? Спрошу. Один вот такой возьмём. Будет 21 доллар за это. А салаты тоже можем сделать один флат? Думаешь, можем? Красный, кудрявый возьму. Эти нежнее и вкуснее. Один флат такой салат, а другой флат рокли и капусту. А, ну это интересно, как... Это грунт Грэга. Грунт Грэга. Как и называется. Грэг спаттинг соил. Где можно что-то сажать. И так хорошо выглядит на вид. Такой лёгкий, мягкий, чёрный. У нас есть, да, пока? Советовали купить большой с ковшем. И это будет меньше по цене, чем в пачках. Но нам в пачках удобно. Подумали, купим с ковшем. И весь этот... Всю эту гору куда-нибудь не захотели. Угу. Дошла. Эти петуни вы любите. Петунью, как цветок, всегда советуют. Гене, посадите ампельные. Или это не ампельные? По-моему, это петуньи. А какие, не знаю. Упс. Вот что-то такое просится рядом с этими штучками. Но, по-моему, 5,25 очень дорого. Мы, помнишь, покупали в таких маленьких коробочках. И можно было их разделить и по нескольким местам посадить. Первым делом самолёты. Это красный. Все красные, нет там розовые. Как же красиво будет, если вырастут, конечно. В общем, забираем такой розовенький с беленьким. А это красненький? Красненький. И сюда положу, Арам. Что же никто не взял наши пионы. Пионы нашей мечты. Это какой? А? Манс джулс. Вот эти. Это тоже манс джулс. Нет, это красный. Это джулс. Остановите меня. Если можете. Еще один такой яркий возьмем. Видите? Фрагрент, ароматные. Я вам говорила, да, что здесь пионы покупаешь, так плохо пахнут. Реально пахнут плохо. А эти написано хорошие. Арам пять пустиков возьму. Если пожадничаю, знаем, где их найти. Приедем, купим еще. И их уже не будет, когда мы приедем. Сердце чувствует. Вот про пионов ничего не знаю. Где их сажать. Как они... По-моему, они любят паутень. В общем, буду читать про пионы. И буду читать ваши комментарии. Здесь не посадите, там посадите. Посажу там. Не хочу, чтобы они потерялись. Все, Арамчик. Собираем. Кажется, я закончила свои приключения. Кажется. Эти у нас тоже росли в Калифорнии. Помнишь, Арам? Ты, наверное, ничего не помнишь, что где росло. И вот так. Ну, он мужчина, который не совсем интересовался. Сейчас уже интересуюся. Эти кустики очень хорошие, но я не знаю про них ничего. Будут ли они держаться у меня. Как называют? Магма. Магма-хочера. Не знаю, наверное, немножко посмотрю туда-сюда. О, кажется, это цветочки какие-то, да, дает? Видите, бутончики. Карнавал роз гранита. Расскажите мне немножко, стоит, не стоит. Хочу взять один из таких кустиков. Может, и у меня он будет расти хорошо. Может, не будет. Ну, поехали. Очень довольна. Не ожидала. Мемы здесь видеть не ожидала. Эти тоже красивые, уже собранные в букет, чтобы где-нибудь повесить. Но вряд ли такие нам понадобятся пока. Эти тоже красивые. У нас были в Калифорнии разноцветные кустики. Может, такие тоже купим, но потом. Сказал вам, помогу. Там еще у них produce есть, section. Можно пойти какие-то продукты посмотреть. Мы ведь еще и за продуктами пришли. Грудку индюка. Но пионы увидели, про все их забыли. О, эти тоже красивые кустики. Может быть, такие тоже посадить между. Хотя цвет. Очень хочу, чтобы что-то цветное было между кустиками зелеными. Может, тоже красивые, но не знаю. Невзрачные. Это вы тоже любите, говорили. Забыла имя, но помню, что они очень плохо пахли. Но говорили, что это очень хорошие... Гераниум, гераниум. Может быть, и куплю, но не сейчас. Они тоже очень хорошо росли у меня. Я думала, это для комнатного растения. Но мужчина сказал, что это в тени очень хорошо держится. Говорит, специальную грядку для них строю у себя, чтобы только их посадить. Гераниум, ухудшись. О, что здесь все видно. Там написано, остановитесь, пожалуйста. Заплатите, потом уже уходите. Здесь у них тележки. О, там. Ну, давай сначала посмотрим, может, до тележек не дойдет. Я не знаю, вы кто. Мало variety продюсеров, но зато очень много попов. Ну, горбанзу прямо так, и такой хороший на вид. Пока есть у меня. Из Калифорнии принесла. Стыдно говорить. Это что делают? А нам интересно. Это без сейфа, а там что? Не знаем. Яблоки есть. Может быть, но с ярлыками не хотим. Уже привыкли. Если яблоки с ярлыками, они без вкуса. А без ярлыков, без фермы, они очень вкусные, ароматные. И запаха нету. Ничего такого здесь нету, честно говоря. Даже индюка здесь не найдем. Верху нет, какой беленький. Не хотим. Разная выпечка есть. Масло оливковое есть. Это что? Соль из лаванды. Лаванды. О, бад соль. Извиняюсь. У меня нету ванны. То есть у детей есть джакузи, но я туда не поднимаюсь. Наверное, успокаивающие. Здесь очень любят сами такие. И мыло разное. И соли тоже сами, наверное. Ну, что это? Интересно. Это для посадки. Я такие покупала, чтобы сажать. Это что? Похож на синдрик. Это знаете, что синдрик? Это мы мариновали рамс. Как это будет на английском? На английском рамс я не знаю, как перевести с английского на армянский. Похож на синдрик, но вряд ли это такой. И синдрик это только весной растет. Почти как деликатес. Не знаю, как переводится. Весной. Этот лук называется клубничный лук. Два доллара за лук. Два доллара. Может, возьмем клубничный лук? Как клубника пахнет. Шучу. Но два возьму. Пусть у нас тоже будет клубничный лук. Это один возьму. На вкус попробую. Маме покажу. Нет, это не синдрик. Ну, что это? О, это запах чеснока. И вот смотрите, корни как у лука. Рамс называется. Корни как у лука, но сам не знаю. Может купить, посадить и потом посмотреть, что будет дальше. И дорого стоит. 3,25 за такой маленький, не знаю что. Окей, возьмем, посажу. Если вырастет, как сорняк, это значит хорошо. Если не вырастет. Но знаете, что сделаю? Эти корочки удалю и посажу. А остальное не знаю, что сделаю. Сладкий чеснок на вкус. Возьмем, выпьем. Значит, это для посадки лук. Белый лук, красный и уже, видите, покой. Доллар девяносто девять за один хаунд. Хаунд было написано. А там картошка разросшая, проросшая. Тоже 80 копеек за пол килограмма. Четыресты с чем-то граммов. Но самим ведь тоже можно. У меня очень много уже проросшей картошки покупать. Вряд ли буду. Сорта разные. Dark Red Norland. Называется. Темный красный Norland. А когда решу сажать картошку, придешь отсюда, несколько варайти возьмешь. Можно их замешать. Сейчас возьму те, которые хорошо выглядят. Хорошо выглядят. Буду я тут выбирать хорошо выглядящие бутончики лука. Но испорченные ведь тоже не хочется взять. Это для посадки. Картошку не беру, потому что у меня их полным-полно. Но если большую территорию решу сажать... Для кого, для чего, не знаю. Сердце хочет. Там огурчики есть. Огурчики несколько возьму. Но осторожно возьму. Иногда на вид хорошее. А внутри... На лицо ужасное, доброе внутри. Но наоборот. На лицо прекрасное, ужасное внутри. Здесь у них разные консервы есть. Apple butter. Наверное, уже не хотим apple butter. Уже наелись. Разное есть, но я консервы покупать не очень люблю. Там тоже что-то интересное увидела. Желтый корень называется. Yellow root. Сейчас покажу. Вы переведите, пожалуйста. Классные виды. У них очень вкусные виды. О, здесь написано. Мёда. Yellow root. Интересно, это что? Стоит семь двадцать пять. Не знаю. Народичка corn milk. Кукурузная. Вот это. Смотрите. Кукурузная мука это была. Из этого делают чай. Запах ужасный. Не знаю, какой он на вкус. Но что-то не хочется пробовать чай. Можно купить, наверное, root. И настоять можно. Может, очень полезное что-то. О, пекан возьмём. Очень вкусный пекан у них. Литковое масло. Всё. Кажется, я закончила свои приключения. Здесь у них тоже есть какое-то. Спросила, есть у вас курочка. Сказали, нету. Заходите. Кокосы. Четыре доллара за фри-рэндж. Яйца. Эгина. Вам не нужны курочки. Да, не нужны. О, какой гарлик хороший. Три-рэндж. 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 За сколько? А, в целом здесь хорошие. Этот сорт чеснока очень хороший. Очень люблю. Возьму. Подождите. А, может, одну штуку возьму? Уважаемые люди, мы находимся в холодильнике, поэтому такой ужасный шум. Держитесь. Было шумно и холодно. Там пойду мясо посмотрю. У них стейк есть. Впервые увидела сметану местную в таких банках. Интересно, какой он на вкус. Это масло тоже очень вкусное. Но что-то из этого испечь просто не советую. Еще есть каркетч-чип. Творог. Хочешь попробовать их? Творог. Давай попробуешь. Но это ты не любишь. Это другой вид. Санкрем попробуем, если вкусный. Сказала, у нас есть стейк. Из мяса есть только стейк. Раббит есть. Но раббита, кажется, сказала уже нету. Кролик. Но раббит, сказала, закончилась. Это какие-то котлеты. Для котлет, чтобы приготовить. Хэмбургер, парис. Уже готовый фарш для котлет. Но мы такой не покупаем. О, рыбай стейк. Интересно, какой он на вид. И цена хорошая. 3,28. Но, я думала, 3,28. 63 цена. Но на вид хотела бы увидеть, чтобы не сильно жирный был. Но не хочу такой. Он жирный очень. Мы не рыбай. То есть они не любят рыбай. Должна кусок увидеть. Понимаете? Мы всегда стейк выбираем на вид. В пачках не покупаем. Окей. Все. Томаты какие красивые, хорошие. Пару штук возьму. Может, омлет из томата сделаю. Окей. Все, варам, джам. Я закончила. Грецкий орех тоже продают. Но не знаю, местный или какой. На вид не совсем такой хорошенький. А это яйца со свеклой. И окру они очень любят выращивать. Всегда можно найти. Не думала, что так пошатаемся, но никогда не знаешь, что думать. Он был прав. Он здесь тоже написан. Ага, можно здесь заходить, выходить. Так. Выходим. У нас дождик был. Лужи, мужи. Лужа и мужа. Замерзли. Но на уикенд очень хорошая погода будет. Сразу или тепло, или холодно. В последние недели... В последние недели. Ну, в общем, вы меня поняли. Не получается, как нормальный человек выйти, что-то посадить, уйти. Арам, откроешь эти прекрасные напитки. Я воду забыла с собой взять. В магазине воды не было. Но, честно скажу, очень даже неплохие цены на овощи и тому подобное. Орам, это не такой, как мы думали. Это зубами открываются, значит. Ага, этот, попробуй. Если это откроется... У тебя ведь нож был в машине. Можешь ножом пальто сделать. Ты молодец, мой джигит. Нож. Ты тоже хочешь? Нет, один хватит. Вроде бы цитрусовый напиток должен быть с натуральным флэйвором. Но не натуральный флэйвор, а очень натурально ароматизированный. Но вообще вкуса не имеет. И там какие-то, не знаю, штучки плавают. Наверное, это и есть цитрус. Цитрусовый, натуральный что-то. А это грейп был. Ну, знаете. Виноград. Виноградный, амур. Виноградный был очень вкусный. Ну, искусственный вкус винограда. Ну, хотя бы уж какой-нибудь аромат там есть. Вкусно. Попробуй. Ваше мнение. Вкусный? Я уже сижу и думаю, где что буду сажать. Пьёные прямо не знаю, где посажу. Очень хочется перед домом. Или нет. Места полным-полно. Но вот из-за этого трудно где что посадить. Ну, за несколько дней, лет, думаю, все места уже будут посажены. Уже сколько всего напосадили. Или понасадили. Напосадили. В общем, очень много чего посадили. И так держим. Ещё кухню сделают. Рядом с... Ну, на каждый уголок что-нибудь захочется всё-таки посадить. Какой-то кустик. Цветочки, вазочки, графины. И кувшины. Дел у нас полно. А вот хочу капусту сажать в горшках. Что скажете? Видела, один китаец так и делает. Маленькие такие круглые, чёрные горшочки берёт. И туда сажают одну капусту на горшок. Ну, не буду... Капуста, она большая. И место много забирает её голова. В грядках не хочу капусту сажать. Брокли посажу. И думаю, посажу там, куда посадила морковку. Что, и салаты тоже туда положу. Ох, не знаю, девочки. Так хочется уже всё напосадить, закончить. И смотреть, как это всё растёт. И потом смотреть, как дети что-то собирают своими руками. С детьми тоже сажаем. Все заняты. Всю семью держим в занятом режиме. Ох, молодец, спаситель мой. Наши люди ещё работают. Наши дети ещё дома. Машины соседа ещё у нас. Вчера пишем, говорим. Большое спасибо. Мы решили себе тоже такую машину купить. Его друг как раз. У него белый шип. Эти кабасаки у него продают. Давным-давно, когда сказали, мы же тоже намереваемся. Думаем. Потом подумали, нам не нужно. Ему сказали, мы тоже, наверное, возьмём такую машину. Сказал, если будете покупать, дайте мне знать. Я позвоню другу, он вам по хорошим расценкам. Это было давно. И сейчас пишем, говорим, очень life saver. Жизнеспаситель, а не машина. Мы хотим вернуть и себе такую же купить. Позвоните, пожалуйста, другу, если хотите. Не думаю, что если какая-то цена на этих такая стабильная. Даже если машина старая, цена большая, высокая, новая, как цена. И говорит, сегодня они закрыты. И вообще говорит, я по этой машине не скучаю. Пользуйтесь на здоровье, делайте, что хотите. Возвращайте, когда хотите. Вот такой у нас сосед. Не понимаем этого человека. Что он от нас хочет? Хотим машину сдавать. Говорит, не хочу. Пользуйтесь на здоровье. Но, наверное, сюда мы так не можем. Каждый день об этом чувствуем. Во время кофе, когда собираемся с мужем по утрам. Обязательно на тему, уже неловко, нужно машину обратно-обратно. Ему звоним, говорит, не надо. I don't miss that car, говорит. Я не скучаю, оставьте. Не скучаю. А мы очень любим эту машину уже. Починил там зеркало, было полуразбито, не знаю, не держалось. Помылись с дочкой, почистили совершенно такую хорошую, свежую виду придали, чтобы вернуть. А он говорит, не хочу. О, давайте я вам камни быстро покажу. Всё, доехали. Чай, это наш дом. Очень приятно познакомиться. Сына надо попросить, чтобы разгрузил. Быстро покажу, что за камни мальчики купили. Быстро, быстро. А, то есть, ну, мам. Половину почти использовали. Контраста нету. Цветовой контраст вообще не существует. Вот такие камушки. И потом покажу. Вроде бы где-то собрали, принесли, да? Отрывки. И вот такие. Очень подходят по цвету моим ботинкам. Специально с ботинки с собой взяли, чтобы подобрать цвет по мне. Вот там они землю оттуда берут. Из задней части леса, ну, дома. Не знаю, как назвать, как эта часть называется. Из части нашего дома. Вон там. Оттуда берут. И я думаю, там какая-то яма оказалась. Глубокая. Потому что муж говорит, откуда показал. Можно взять землю. Он только оттуда берёт. И яма получилась. В эту яму можем очень много вот этих листьев собрать аккуратно и в яму. И пусть там гниют эти листья. Листья загниют. О, там. Смотрите, уже начинают. Не хочу их смущать. Anyways. И будет у нас такая хумусовая, компостовая яма. Да, и пальму должны правильно обрезать. Коротко-коротко. И ничего туда не посажу. Писали, о, пальма погибнет. Сгниёт, согниёт. Не буду ничего сажать. Спасибо за советы. А теперь вопрос к телезрителю. Эта гортензия очень хорошо себя чувствует. В то время есть ещё гортензия, которую поливаю то же самое, что и той. Она такая белая. Наверное, ей место не нравится. В тени, в уголке дома. Ну да, кажется, не нравится. В общем, на этом заканчиваем. Я замёрзла. До свидания. Ждите, встретимся. Окей.